Как правильно выбрать профессию и не ошибиться? Какие специальности востребованы в Алроса и как туда попасть? На эти и многие другие вопросы школьников ответили молодые специалисты алмазной компании. В школе номер 12 Мирного прошла лекция профориентации. Подробнее расскажет мой коллега Роман Муконин. Каждый год по специальной программе Алроса в высшие учебные заведения страны поступает учащийся школ региона. С теми, кто выбирает технические специальности, компания заключает контракт, гарантируя студенту трудоустройство. Чтобы помочь школьникам сделать правильный выбор, куда пойти учиться, объединение молодых специалистов совместно с Центром подготовки кадров проводит в образовательных учреждениях профориентационные лекции. Инженеры, экологи и программисты из автодорожных, ремонтных и технических подразделений Алроса рассказывают подросткам о достоинствах своей работы, устраивают презентации и демонстрируют собравшимся оборудование, применяемое на производстве. Я занимаюсь, можно сказать, любивым делом, мне очень нравится и удачно все сложилось. Но так как Евгения сказала, треть жизни мы проводим на работе, и поэтому надо очень ответственно отнестись к выбору профессии. Вместе с молодыми специалистами, учащихся 12-й школы, посетил Анатолий Попов. Заслуженный ветеран алмазодобывающей промышленности, бывший директор Удачинского комбината, вице-президент Алроса и глава Мирненского района. Он поделился с молодежью своим богатым жизненным и профессиональным опытом и призвал школьников правильно выбирать будущую специальность, а после учебы возвращаться в Мирный, чтобы перенимать опыт ветеранов и продолжать их славные традиции. Молодые люди перед вами выступали, я смотрел на них, завидовал им. Только они начинают работать, чувствуют состояние, чувствуют ответственность перед своим коллективом, перед коллективом компании, перед вами, перед городом, перед районом, перед всей страной. Вот по ком быте, чтобы воспитывать, наверное, показывать пример своим молодым поколениям, чтобы приняли у нас 100 лет, продолжая наши добрые дела, которые мы сегодня делаем. Небольшой опрос зала показал, что немногие собираются поступать на технические специальности. По словам сотрудников ЦПК, это скорее от незнания. Данные лекции как раз и призваны побудить в школьниках интерес и желание становиться будущими горниками и обогатителями. Школьники воспринимают данный формат очень хорошо. Они активно задают вопросы, общаются, идут на контакт. И в процессе беседы рождается понимание у школьников, чего ждать и чего ожидать от собственного будущего. Школьники задают разные вопросы. О условиях труда, об особенностях, о том, где и как выучиться, чтобы получить специальность. Они задают вопросы о льготах при поступлении и направлении от ЦПК и получают от нас всю эту информацию. Завершилась встреча памятным фото заслуженного ветерана Алроса вместе с будущим поколением алмазодобытчиков. Роман Муконин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».